Ну, мы уже готовы пообщаться с нашим гостем. Да, друзья, эфир продолжается. Несмотря на режим самоизоляции, спортом можно было заниматься и дома. И я думаю, об этом мы сейчас и поговорим с нашим гостем. Его зовут Артур Вилли, это инструктор по йоге. Артур, добрый день, здравствуйте. Доброе. Доброе. Скажите, пожалуйста, вот если начинаешь утро с йоги, то с какого упражнения лучше всего стартануть, так скажем? С позы трупа, может быть, шавасана? Это самая последняя, самая сложная асана на самом деле. Желательно сначала размять шею. То есть важно покачать головой влево-вправо, вытягиваясь макушкой вверх. Затем вперед-назад. Влево-вправо. Как меня слышно там? Великолепно и даже видно. Вот. Отлично. После этого подбородок можно опустить на грудную клетку и потянуться вперед подбородком, вытягивая заднюю поверхность шеи. Это чтобы включилась шея, пошел кровоток и начать себя более-менее нормально чувствовать. После этого желательно размять спину. Для этого желательно встать на четвереньки. Я не буду этого делать. Посмотрим. Давай. Вы, может, присоединяемся к вам. Поднимайся. И после этого с выдохом, отталкиваясь руками от пола, подать спину вверх. Со вдохом, живет вниз. И какое-то количество раз, вот так вот попрогибаться вверх-вниз, поразминаться. Только важно следить, чтобы коленям было комфортно. То есть, если мы стоим на каком-то жестком полу, желательно что-то подстелить под колени, чтобы не было неприятностей. После этого, чтобы включить руки, можно продолжить усложнять, пересгибая руки в локтях, потянуться грудной клеткой к полу, подать голову вперед с выдохом, спину вверх. И какое-то количество нырков поделать таким образом. После этого уже, в принципе, организм будет готов к дальнейшим разнообразным упражнениям, включающим остальные крупные группы мышц. После этого, можно поделать более сложное упражнение. Поставить вперед, допустим, правую ногу, правую ладонь рядом с правой ступней. Так, там запаздываю немножко, да? И дальше левое колено отрывать от пола, завалить левую пятку на пол и развернуть корпус вверх. Как бы боковая планка получается. Подтянуться вперед левой рукой и вытянуть всю левую поверхность. Я бы упала сейчас, мне кажется. Опять же, у нас под зависанием, да, там йога происходит? Мини-йога на расстоянии у нас происходит. Я пытаюсь просто как-то это повторять, но все это стоя. Дальше, чтобы включить поясницу, ложимся на спину, укладываемся, раскидываем руки по сторонам, отрываем присогнутые ноги от пола и с выдохом опускаем в одну сторону, с отдохом поднимаем, с выдохом в другую сторону, аккуратно, медленно. Что-то с запозданием, с отдохом вверх, с выдохом вниз. Таким образом включаем поясницу, косые мышцы пресса, и если есть какие-то неприятные ощущения в спине, они проходят. И дальше после этого возвращаемся опять на четвереньки. Как меня видно, как слышно? Отлично, слышно и видно. Мы пока только смотрим, мы не повторяем, Артур, честно скажу вам. У нас нет таких ковриков. Дальше возвращаемся на четвереньки и начинаем включать уже ноги. С выдохом подтягиваем колено к колбу, с отдохом тянем ногу назад, вверх. С выдохом колено к колбу, с отдохом вверх. И плавно по 20 раз примерно стремимся сильнее оттолкнуться руками от пола, скруглить спину. Это включает мышцы пресса, спины, ноги и всего остального. Дальше идут растяжения, в принципе, спины, задней поверхности ноги. Дальше идем, вытягиваем вперед левую ногу, следим, чтобы опорному колену было комфортно. Вытягиваемся вверх, выпрямляем спину. И с выдохом тянемся вперед, стремясь животом прижаться к бедру, сохраняя спину ровно, максимально. Если до пола вытягиваемся, подставляем что-нибудь под руки. И стараемся расслабить заднюю поверхность ноги и не перенапрягать спину. Плечи при этом у нас расслаблены, лицо в довольной улыбке. Йога это прекрасно и все остальное. И с отдохом этого упражнения плавно выходим. Это что касается включения мышц и пробуждения. И если мы хотим подтянуть себе пресс, сделать подтянутую талию, я рекомендую мое любимое упражнение – навасана поза лодки. Выглядит следующим образом. Прижимаемся животом к ногам, выпрямляем спину, насколько это возможно. И отрываем со вдохом ноги от пола, присогнутые. И вытягиваем руки вдоль ног. Следим, чтобы пояснице не было прогибов в пояснице. Если есть неприятные ощущения в пояснице, тогда поясницу укладываем на пол и тянемся вперед руками. Лопатки в воздухе, поясница прижата. Это если есть какие-то проблемы в пояснице. Если нет, тогда в таком варианте. И если вы очень сильный уже прокачанный йог, то ноги можно выпрямлять. Нормально так. Вы знаете, да, прокачанный. Это одно из моих любимых упражнений для того, чтобы уменьшить талию. Я не рекомендую людям, которые хотят уменьшить талию, делать следующее упражнение. Вот такое вот, вот так вот, лучше не делать. На самом деле это, наоборот, увеличивает живот, и поясница за это очень сильно страдает. И еще одно из упражнений, которые в жизни люди, в принципе, не делают, это вытяжение передней поверхности бедра под рицепсом. Выводим вперед одну ногу, даем команду пятки подняться, и аккуратно тянем пятку к ягодице, вытягивая переднюю поверхность бедра. Следим, чтобы колено передней ноги не выходило за линию пятки, чтобы таз сильнее проваливался в пол. И вот таким образом вытягиваем мышцы. Ахтур, спасибо большое, на этом уже, я думаю, хватит. Я так понимаю, что вам, дай волю, вы и так сможете целый день рассказывать об асанах и о том, как правильно тянуться. Главное, чтобы наши телезрители смогли все, что сейчас вы показали, повторить и запомнить. И действительно делать хотя бы чуть больше, чуть чаще, чем пол раза сейчас в день. Спасибо вам большое, доброго вам дня.